Универ Нью с тобой Аурелия Сташкова Казанский федеральный уже давно известен далеко за пределами России И его популярность среди мировых вузов растет из года в год Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на парадный вход университета Что не день, то новая делегация Ливанский университет гуманитарных и естественных наук и технологий Один из ведущих вузов арабского мира Одной из его отличительных черт стала открытость для сотрудничества Так уже несколько лет Ливанский университет взаимодействует с Казанским федеральным Пока лишь в рамках академического обмена Но гости всерьез намерены расширить сотрудничество Возможные направления для этого стороны обсудили в рамках встречи Так представители Ливанского университета отметили Что им были бы интересны совместные проекты в сфере информационных технологий и коммуникаций А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюс КФУ занял 13 место среди вузов Российской Федерации по зарплатам выпускников в IT-сфере Средние зарплаты младых специалистов, окончивших казанский вуз, в этом году достигают 76 тысяч рублей КФУ — единственный вуз Казани, который вошел в рейтинг Школе-лагерь Квант при Казанском университете исполняется 45 лет В этом году принято решение подведения итогов работы Обсуждение всевозможных проблем и методов их решения совместно с коллегами из других вузов России В Казани стартовала регистрация на третью ночную велоэкскурсию «Казанская вела ночь-2016» В этом году традиционная акция будет посвящена авиации В маршруте заезда места, которые так или иначе связаны с авиационной историей города Казанцев приглашают на фестиваль «Красок» Арт-фестиваль пройдет 15 мая в 16 часов на территории парка Кырлай Вход свободный и без возрастных ограничений Каждый год в России умирает около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных Большинству из которых нет и 40 лет Вопрос распространения вируса особо остро стоит в молодежной среде О социальной акции, призванной привлечь внимание общественности к этой проблеме, расскажет Диана Авакян В 2015 году количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 миллион человек Случаи заражения зарегистрированы в каждом субъекте страны В течение 10 лет угроза может превратиться в эпидемию и настоящую трагедию для страны Приостановить распространение опасного вируса и рассказать людям о простых мерах профилактики страшного заболевания Все это цель всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид» Победить ВИЧ нельзя, но можно объединить усилия органов власти и общественных организаций Чтобы больше людей узнали о заболевании и смогли вовремя предотвратить его появление На это и направлена акция «Стоп ВИЧ-спид» Совместными усилиями у стадиона «Казань-арена» был установлен специальный павильон Где в течение трех дней любой желающий сможет бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ Это социальная часть казанского марафона Слоган «Проверь себя» в данном случае имеет двойное значение «Проверь себя на дистанции» и «Проверь себя на ВИЧ» Своим примером вдохновил министр по делам молодежи и спорта Республики Владимир Леонов Я как министр молодежи и спорта призываю всю нашу молодежь пройти тест Это очень быстро, вот я прошел, это буквально 3-4 минуты Это совершенно нормально, сегодня мы живем в современном мире Так всех призываю просто провериться, промониторить себя, узнать свой статус и бежать вперед Социальную инициативу по популяризации ВИЧ-тестирования поддержал популярный музыкант и рэп-исполнитель Василий Бастово-Куленко Он не только сдал тест, но и успел пообщаться со своими фанатами Баста уверен, что его цель донести до общества, что мы должны еще больше разговаривать о таких закрытых темах Я делаю тест раз в год обязательно Хочу, чтобы все люди, которые боятся этого, шли навстречу своим страхом и освобождались и помогали людям больным в своем спокойном отношении И сами заботились о своем здоровье Процедура действительно очень простая Экспресс-тест на антитела КВИЧ выявляет наличие инфекции по слюне Результаты можно узнать уже через 20 минут Достоверность этого экспресс-теста 99-98% Поэтому, если какие-то есть подозрения, можно прийти всегда на Вишневского и обследоваться Даже анонимно, это каждый день Процедура совершенно анонимная, а как известно, обнаружение вируса на ранней стадии помогает провести своевременную терапию И предотвратить дальнейшее распространение Однако главной мерой борьбы с заболеванием по-прежнему является его профилактика Как я уже сказал, это половой акт, надо со средствами защиты заниматься Это необходимо, если делают татуировку даже, например, кто-то Это должны быть одноразовые иглы Бритвами надо, электробритвами, еще своими только пользоваться Нужно не бояться, что этого не произойдет Заражение, если мы просто рукопожатие, обнимание, чихание в транспорте Этого не произойдет, страха не должно быть Нам очень важно освещать и информировать общественниц о том, что нужно регулярно проходить тест на ВИЧ На сегодняшний день такие подобные мероприятия как раз и привлекают наше население И они идут охотно на прохождение теста на ВИЧ Продолжением акции станет открытый студенческий форум, посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа Который пройдет в КФУ и Казанский марафон 2016 Как гласить народная мудрость, доброе дело питает и душу, и тело А чтобы попробовать целебный эликсир добра, порой достаточно протянуть руку Что и сделали студенты юридического факультета КФУ О том, как одно маленькое дело помогает в большой беде Наш следующий сюжет Студенты юридического факультета КФУ знакомы с добрыми делами не понаслышке Здесь регулярно помогают детским домам, приютам и хосписам Причем делают это от всего сердца Акция «Фотовооблаго» не стала исключением Изначально у нас появилась такая идея, почему бы не объединить Порой в наших студентов у нас открылась школа фотографов, святополк И вот я как руководитель социального комитета Мы подумали, почему не объединить фотографов и добровольчество Решили, что это будет и практика для ребят И мы, в принципе, можем собрать средства Мы ездили в приют в поселке Столбище И нам сказали, что в принципе нужны средства То есть не куда-то они пойдут То есть мы знаем, куда они пойдут На миски, на мусорные пакеты, на губки, на карманы, лекарства Стоит отметить, что поучаствовать в акции смог любой желающий Ведь для этого было достаточно просто сфотографироваться А там уже кто чем богат, как говорится Это нисколько не трудно Это даже в радость, видеть эти эмоции, ощущения Когда отдача идет Это такой заряд идет Просто потрясающий заряд энергии На то, чтобы творить дальше Мне кажется, каждый человек должен прийти в свою жизнь к тому, что нужно выполнять такие дела Они, конечно, мелкие На самом деле, вот эти деньги для каждого человека Это мелочь по сути Но, тем не менее, в совокупности Все, что мы делаем, дает большой хороший результат Организаторы не скрывают Акцию «Фото во благо» уже планируют сделать регулярной И проводить ее хотя бы раз в семестр А это значит, что добрых дел станет как минимум на два в год больше Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз Существует интересная татарская легенда Как двое неусидчивых сыновей превратились в птиц и навсегда покинули родной дом По мотивам притчи впервые в Казани был поставлен мюзикл На котором талантливые дети раскрыли зрителям всю тайну страшного проклятия Подробности далее Самые талантливые дети Казани Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Объединили свои старания в общем мюзикле Открыв для себя нелегкий труд актерского мастерства Музыка, костюмы с татарским орнаментом Современные народные танцы И прежде всего интересный сюжет по мотивам татарской легенды саксок В которой затронуты проблемы семьи Взаимопонимание детей с родителями И все то, что так интересует современное подрастающее поколение Идея этого уникального проекта принадлежит студентке Казанской консерватории Наш мюзикл основан по мотивам древнего татарского баита Сок и Сок Это баит о двух братьях Которые за непослужание были превращены в двух птиц Сок и Сок В нашей сказке, в отличие от баита Появляются новые герои Немного комичные и мистические Это чертята и колдун И наш мюзикл оканчивается, конечно же, хэппи-эндом Юные актеры исполнили сложные вокальные партии Под композиции исполнительского состава Детской школы искусств имени Балакирова И оркестра «Сфорд Сандо» Музыка для проекта была специально написана Младым татарским композитором Ильясом Камалом По признанию участников, для них этот проект стал сложным и ответственным Для многих первым Это мой первый мюзикл Я больше работал в жанре симфонических произведений Вот так же камерной, инструментальной, вокальной музыки Это не сложно, это мне интересно Я с удовольствием принял приглашение Участвовать в этом проекте Без нас этого мюзикла бы не было Потому что мюзикл это в первую очередь Песни, музыка, слово, действия А без оркестра нет ни музыки, нет ни песни Проект направлен на благотворительность Его зрителями стали дети из детских домов И центров приемных семей Маленькие артисты вели себя уверенно А в некоторых моментах просто профессионально Мне все очень понравилось Я хочу сказать всем, всем, всем Кто выступал, огромное спасибо Этого ничего бы не было Если бы не эти люди Все говорят, что очень долго готовились Но по-моему, что мы не очень долго и готовились Главное, актеры готовились, наверное, больше месяца Но мы готовились несколько дней, не знаю, две недели Много зрителей и все смотрят Внимание только на нас В завершении мероприятия участники были награждены памятными подарками Юные зрители были глубоко впечатлены увиденным И не хотели расставаться с героями, которые их уже успели полюбить Дети выступали для детей В этом и заключается уникальная черта проекта Аделя Мухамедовична, Ленарда Влетьяров, Универньюз Интенсивное изучение английского языка Экскурсии по лабораториям Казанского, Федерального И многое другое ждет всех Кто захочет стать участником летнего лагеря английского языка КФУ А какие еще сюрпризы ждут юных полиглотов Этим летом узнаем далее Лагерь английского языка Discover КФУ Приглашает школьников 8-10 классов Провести незабываемые летние каникулы Вас ждут насыщенная культурная программа Спортивные занятия, комфортное проживание Пятиразовое питание А главное интенсивное изучение английского языка Множество часов познавательной программы По эффективности сравнимы с полноценным языковым курсом Хотя смена будет проходить всего одну неделю Это все будет проводиться на иностранном языке Мы будем организовывать их по группам интересов Допустим, они будут участвовать в спортивных соревнованиях Они могут участвовать в различных интерактивных играх Они могут участвовать в различных творческих мероприятиях С ними будут работать наши студенты-волонтеры Занятия проведут преподаватели Казанского федерального университета С большим опытом зарубежной практики Здесь ученикам представится уникальная возможность Попробовать свои силы в качестве переводчика Ведь участников лагеря ожидает посещение лингвофонного кабинета Оборудовано кабинками синхронного перевода Самое главное, в лагере можно в игровой форме Получить базовые знания грамматики И попрактиковать разговорную речь С носителями языка В таких неформальных ситуациях Это гораздо легче Использовать язык как живой язык Не просто из книг Но с живыми людьми Из всех краев мира Я сам не принимал участия В таких мероприятиях Когда я был ребенком Но мне бы очень понравилось Кроме этого, юные отдыхающие Познакомятся с историей Казанского федерального университета Посетят лаборатории физики, химии А также единственный в Татарстане планетарий И даже это еще не все Каждый участник лагеря английского языка Дискавер Куфу Может почувствовать себя настоящим студентом И даже пожить в деревне университеты Ведь проживать будут юные переводчики В айти лицея Казанского федерального университета Итак, полное погружение в языковую среду С 27 июня по 3 июля Подробности смотри на официальном сайте Куфу Или звони по номеру, указанному на экране Анастасия Иванова, Ленарда Влитяров, Универ Ньюс На сегодня это все Пока Субтитры подогнал «Симон»